Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать в очередной денежный ролик! Вы, наверное, в шоке, но я, если честно, признаюсь, вам тоже. Все потому, что мне на почту кто-то написал, написал какой-то человек и предложил приобрести у него денежные хлопушки. Как бы тема хлопушек, я думаю, известна всем, хотя бы кто-то из вас стрелял на такие вот маленькие пукалки, но вот интерес в чем, ребята, они же денежные. И мне пообещали, что в них будут попадаться от одного доллара до ста долларов. Короче, самая стандартная схема, наши люди не останавливаются, навариваются на чем только могут. Так что вот, ко мне пришла уже посылка, она у нас, кстати, такая большая, увесистая. Я же вам не сказала ничего, нисколько я заказала, не цену. Ребята, я купила 20 штук, мне предлагали типа 100 сразу купить, но я так подумала, как бы дороговато. Одна штука стоит 15 долларов, даже на 20 штук я потратила 300 долларов. Извините, конечно, но это очень много. Начнем с двадцатки, если вдруг окупимся или если вдруг вам понравится. Кстати, если вам понравится сегодняшний видеоролик и вы соберете на нем 10 тысяч лайков, ну тогда уж давайте закажем 50, либо же 100. Пишите в комментариях сколько хотите. Давайте распаковывать. Честно вам признаюсь, вот я прям от сердца отрываю, ребята, я больше хлопушки, чем вот такой вот, никогда в жизни своей не стреляла. И то, что мне страшно, ну это прям ничего не сказать. Я не знаю, я сначала уговаривала Максима, чтобы он пострелял их, но Максим не отказал, сказал, давай, что там страшного. Ну как бы, насколько мне сказали, что хлопушки это не пиротехника, как бы их можно отправлять по почте, все дела. Я сначала вправду испугалась, когда прочитала такое сообщение, потому что в моей голове всякие вот такие вот взрывчатки, хлопушки, это что-то страшное. И я не знаю, выживет ли сегодня наша комната после хлопушек, так что смотрите видео до конца, если хотите узнать, что здесь будет сегодня происходить. Так, давайте смотреть. Вау, слушайте, ну красиво, что я могу сказать. Я, кстати, ну слушайте, какого они размера, наверное, сантиметров 40 где-то здесь есть. Вот так вот выглядит одна хлопушка, вот так вот, наверное, все-таки тут 20 штук, но давайте их вывалим на стол, и я уже вам покажу. Та-дам! Ребята, ну что, как у меня сегодняшняя пианино? Ну как бы, выглядит впечатляюще, конечно же, ничего не сказать. Возможно, сейчас я на минутку жалею, что я все-таки заказала 20 штук, а не больше, потому что как бы для масштабности... Господи, только что на зуб надавила брекеты мои гребаные, как больно было. Для масштабности, конечно, было бы круче еще больше, но я же вам еще раз повторюсь, что давайте с чего-то начнем. Итак, берем первую штуку, давайте как бы на нее посмотрим. Господи, я никогда в жизни такой большой даже не держала, я вам честно говорю. Здесь как бы нарисовано, что... А почему написано вправо-влево? Так, вот это нужно снять. Вот это вот вверх, то есть все логично. Вот этой вот штукой мы с вами будем стрелять. Отрываем вот эту вот штукенцию. Господи, боже мой. Я надеюсь, я все делаю правильно, а может, неправильно. Смотри, тут какая-то вот штука, может, ее не нужно было отрывать? Блин, ребята, короче. Отрываем, для первого раза оторвем, а дальше посмотрим, как оно выстрелит или нет. Господи, Лютик, прости, пожалуйста, Лютик тоже дома. Господи, у нас натяжной потолок, ребята, страшно до ужаса. Давайте, первый пошел. У меня, конечно, один вопрос, но у нас на натяжном потолке, ребята, осталась вмятина. Максим, реально прям вмятина. Смотрите, вот, ребята, прям какая-то маленькая дырочка. Я пыталась в стенку. Так, ребята, первая находка, офиге, 10 долларов. Долларов, так, ну, слушайте, мне это начинает нравиться. Так-то неплохо, конечно, я потратила 15, но 10, это не доллар, это уже хотя бы что-то. И смотрите на полу, вот такие вот маленькие прикольные доллары, типа 100 долларов. Слушайте, ну, симпатично. Я, кстати, переживала, что мне зашлю такие вот голимые, знаете, которые прям мелкая-мелкая такая фигня, и мне нужно будет тут все убирать, но довольно-таки неплохо. Так, 10 долларов, давайте вот сюда, вот на почетное место, берем следующую. Ну, походу, мы все делали правильно, давайте отрывать эту штуку. Почему мне страшно? Мне кажется, что сейчас в руке как будто взорвется. Так, главное не в камеру и не в потолок, что-то среднее. Взрываем. Охренеть. Еще десятка, ребята. Господи, я вообще... Что там внутри такое прикольное? Я вообще переживала, ребята, что тут будет все по доллару, потому что продавец был максимально странный, и мне было страшно покупать, но все прошло нормально. Блин, слушайте, я прям сегодня буду купаться в деньгах, такая вся модная, классная. Ну, прикольно. Так, вторая десяточка пошла. Берем третью. Слушайте, ну, на самом деле, я тут переживала, думала, как я вообще буду это все делать, потому что я такая боягузка, признаюсь вам честно. Но, в принципе, все идет довольно-таки неплохо. Так, сдираем эту штуку. Надо держать все равно, конечно, подальше, потому что я всякие случаи слышала, думаю, как и вы. Но я, в принципе, за себя сильно не переживаю. Я больше переживаю за других участников, например, таких как Камера, таких как Максим. А так, в принципе, все нормально. Так, давайте как-то ее такой звук направим куда-то туда. Она не взорвалась. Что это было? Вы это видели, ребята? Я прокрутила, она не взорвалась. Я только хотела ее взять вот так вот. Господи, хорошо, что я ее... Не, я хотела вот так боком, типа, посмотреть, у меня рука трусится. Тупо рука трусится. Охренеть, ребята. Оно, типа, как-то галимо взорвалось. Я вообще не поняла, что это было. Так, ну я пока денег не наблюдаю, если честно вам признаюсь. Давайте на полу смотреть. А, нашла! Вот, вот. 5 долларов. Блин, что так мало? Капец. Ну, 5 долларов тоже хотя бы что-то. Блин, ребята, я так испугалась. Это капец какой-то был. Ладно, давайте возьмем какую-то... Ну, вот отсюда хочу такую. Открываем. Блин, вообще-то было так страшно. Слушай, реально, у меня аж какое-то внутри такое... Аж мотор, аж настало. А что я сделала не так в этот раз? Или, возможно, это с ней что-то не так было? Ребята, ну-ка, напишите в комментариях, если кто-то из вас знает. Потому что я немножко не в курсе. Так, отрываем эту всю вещь. Надеюсь, вы готовы. Надеюсь, она взорвется тогда, когда нужно. Ты видел, какой дым пошел? Эй, я извиняюсь, конечно, а что это такое? Офигеть, это тупо дым такой пошел. Так, ребята, ну что? Давайте искать money, money, money и денежки в кармане. Так, Максим, ты видишь? Потому что я ничего... Вижу, смотри, где она. Смотри, сюда упала. Вот. 20 долларов, ребята. Первый окуп. Хотя бы что-то мы окупили, ребята. Я в плюсе на целых 5 долларов. Господи, у меня ухо заложило. У тебя, я не заложила ухо? У меня заложило так ухо, капец. Ну, пускай они и маленький. Лютик прибежал, ты испугался. Извини, Лютик, ну, блин, тебе лучше уйти, потому что тут реально будет очень громко. Прости. Господи, он трусится. Посмотри на него. Маленький. Ну, все. Иди давай из комнаты. Настраиваемся. Куда-то туда. Охренеть. Господи, почему с каждым разом оно как будто все страшнее и страшнее стреляет? На 10 долларов. Ребята, слушайте, ну, по-моему, все неплохо. Мы, конечно же, в конце с вами почитаем, насколько мы окупились. Лютик пока не понимает, что происходит. Но 10 долларов это тоже хорошо. Давайте возьмем вот это вот. Открываем. Лютик, пожалуйста, уйди, потому что я за тебя переживаю. Как бы для собак, мне кажется, это прям вообще страшно. Лютик, прости, пожалуйста, отходи. Взрываем. О, мой бог. Фу, как завоняло, ты слышишь? Жесть. Офигеть, а что оно так воняет? Так. А вот теперь уже задачка потруднее. Их становится все больше и больше, и все труднее искать. Ну, Максим, помогай мне. А то я прям вообще ничего не вижу. Господи, я надеюсь, тут хотя бы будут деньги. Есть. Нашла. Так. 10 долларов. О, нормально. Слушайте, ну, у нас пока ни одного доллара нет, вы представляете, ребята? Мне от одного до 100 обещали. Еще раз вам напоминаю. Ну, десятка, это тоже конечницы. Плюс, смотрите, у нас уже достаточно количества. Такое большое, дзенюшек. Неплохо так-то идем. Так, давайте брать следующую. Аккуратненько. Вот куда-то туда. Так, целимся. Я прям как с автоматом, слушайте. Целимся. Не стреляет. Бляха. Страшно до ужаса. Я прокрутила. Оно не взорвалось. Я боюсь, а что делать? А что делать? Оно не взорвалось. Я боюсь. А что реально делать в таких ситуациях? Вы меня видели? Я реально, ну, а что с ней делать? Я бы ее положила на пол, наверное, и все, и так бы она полежала всю жизнь. Это было очень страшно. Так, ребята, посмотри, у меня палец синий от какой-то фигни, я не знаю. Оно как будто высыпается, что-то темненькое такое. Так, ну что? Так, у меня уже все тут к ногам поприлипало, весь этот мусор. Ты видишь деньги? Я пока вообще ничего не вижу. Вижу! Прикинь, блин, перед носом бежит нихрена не вижу. Так, 5 долларов. Ну, тоже неплохо. Меня пока очень сильно радует, что нету по одному доллару, потому что пятерочка, это уже хотя бы что-то, можно пойти поменять. Либо же купить что-то еще интересное. Те же денежные хлопушки, почему бы и нет? Берем вот такую вот. Ну, давайте куда-то туда. Она опять прокрутилась. Она опять прокрутилась, я боюсь! Что делать? Она опять три раза прокрутилась, тупо прокрутилась. Максим, я боюсь. Четвертый раз прокрутилась. Пятый! Все, что делать? Я боюсь! Возьми ее у меня! Ни хрена! Она не взрывается! Ты видел? Она вообще не взрывается. А что с ней не так? Ребята, паленая хлопушка! А что с ней теперь делать? Давайте ее на улицу выкинем. Да официально страшно! Да пускай там даже 100 долларов лежит. Я сейчас обкекаюсь. Ребята, берем следующую. Вот что это было? Ну, это ж страшно, капец. Прикинь, мы сейчас снимаем, снимаем, она берет взрываться. Она там шевелится. Ты видел, как у нас потолок дрожит? Это вообще что-то с чем-то. Блин, ну я теперь боюсь сюда подходить. Вдруг она взорвется в любой момент. Хренеть. Еще деньги. А я уже вижу. Я сразу видела. Потому что удобно, кстати. Денежка такая зелененькая. А это все такое серенькое. Ну вот видите, типа оно оттенком отличается. В принципе, сразу видно, господи. Ну блин, я ее боюсь. Я не могу теперь видео снимать, ребята. Скотина такая прокляла меня. Один доллар. Ребята, ну ладно. Так, берем следующую. Блин, ну ты реально что с ней сейчас сделаешь? Выкинем ее на улицу? Ребята, честно, очень страшно. Да что ж такое? Распаковка у нас какая-то сегодня не совсем удачная. Сегодня реально взрывная распаковка, ребята. Так, ну я же все делаю так, я надеюсь. Вроде ничего не пропускаю, ничего не упускаю. Так, ну что, давайте. Вы готовы, дети? Я нет, не очень. Да вы что? Прям сразу нашла. Ребята, 10 долларов. Тогда вот я понимаю. Блин, слушай, она у меня прям муляет. А прикинь, там реально сотка лежит. Я прям сижу и думаю. Точнее, стою и думаю. Реально страшно. Чего она не взрывается? Что с ней пошло не так? А может ее можно вот-то типа проковырять как-то? Типа достать вот туда деньги? Попробуй, по-моему, цароли. Не, я боюсь, спасибо. Знаете ли, у меня есть мужчина, он попробует. Кстати, я только что поняла, что мы отстреляли ровно половину. Ну, не считая той штуки, которая лежит на полу. Я думаю, вы понимаете. Короче, с вот этой вот штукой у нас 10 штук осталось, ребят. Ну, пока реально довольно-таки неплохо, но... Мне, конечно, интересно, что же там? Какая купюра там? Ну, я думаю, вы понимаете, что я просто боюсь к ней притрагиваться. И, скорее всего, я просто попрошу Максима вынести ее куда-то на улицу. И все. Слава богу, мы живем в своем доме. Потому что в квартире соседи бы точно сказали нам привет. Почему? Оно с каждым разом все громче и громче, ребята! Ого! Ну, слушайте, тут у нас уже прям такой заядлый капец. О, кстати, смотрите, такой серпантин типа огромный. Ого! О, офигеть, он такой длинный. Ой, так, пытаемся... О, смотри, иди сюда, иди сюда. Смотри. Вот она, вот она! Так, 10 долларов. Ну, слушайте, неплохо. Мне кажется, вообще четко просто. Кинули. Берем следующую. О! Почему так громко? Вообще, что происходит? Так, ребята, слушайте, ну тут уже вообще какой-то капец. Я вам так-то хочу сказать. Давайте пытаться. Даже не знаю, как я... Боже, я прям вспомнила, что там на полу эта штука лежит. Я рядом с ней прям села. О, нашла. О, нашла. Один доллар. Капец какой-то. Кстати, после видео нужно поискать еще денежки, потому что, знаете ли, всякое бывает, мы уже на опыте. Кстати, сейчас вас зару. Ну ладно, я шучу. Вы готовы? Я нет. Мне очень страшно. Настраиваемся. Вот так вот встанем и взрываем. О май гад. Что только что произошло? Почему это было так громко? Ого, я только что наступила на нее, что ли? Ребята, я прям наступила ногой и поняла, что я подумала, что наступила на вот эту вот черную штуку, которая вылетает с них. Так, тут 5 долларов. Ну, слушайте, нормально. Мне кажется, я после каждой стрельбы буду говорить, ну, слушайте, неплохо. Ну, слушайте, нормально. Берем следующую хлопушку. Ааа, ухо, блин. Очень, блин. Короче, я поняла одну фишку. Надо оставлять подальше от себя, потому что у меня прям очень сильно только шел глушило. Ааа, блин, Максим, правда, ухо так сильно болит, честно. Ааа, там так шумит в ухе, капец. Так, ребята, ладно, все-таки. Ролики с ролик. Давайте искать бабки. Посмотрите, как вот тут у нас уже капец просто. Я вроде как бы уже и на полу посмотрела. Вроде как бы и тут, и там. Ребят, я сейчас вообще как бы не вижу денег. Ну, ладно, давайте. Ааа, нашла. Господи, я перерыла тут 10 раз и не видела. Что-то прикол. Ребята, тут две купюры. Ну, я думаю, вы видели. Они типа были вместе типа скрученные. Как бы, ну, слушайте, двадцатка. Это типа неплохо. Кстати, она попадалась цельная двадцатка? Ты не помнишь? Попадалась. Ну, ладно. Так, распаковываем следующую. Ну, слушайте, только что прям неждан такой был. Распаковка. Два паковка. Страшно. Блин, конечно, мне вот та покоя просто не дает. Но я думаю, я все-таки не решусь ее распаковать. Максима, наверное, не разрешу, ребята. Потому что, думаю, вы понимаете, что это как бы стрёмно. И с таким нельзя шить. Пускай это не пиротехника, но все же. Никогда не повторяйте это сами дома. Это было тоже очень громко. Но давайте перейдем к поиску. А поиск у нас все труднее и труднее. Офигеть. Блин, ребята, может быть, надо было тут типа чуть-чуть поубирать, чтобы было комфортнее искать. Вообще ничего не вижу. Так, ну давайте внизу. О, нашла. Один доллар. Блин, один доллар это мало. После двадцатки один доллар, как-то я не совсем уверена, звучит. Берем следующую. Эта штука отлетела в меня. А я вижу, смотри, у тебя под ногой прям лежит. Смотри. Чуть не убили Максима. Ну ладно, ничего страшного. Так. Ого, Максима, ну помогай давай. Я вообще не вижу, серьезно. Прям вообще-вообще офигеть. Так, ну давайте сначала обсмотрим немножко стол. Я специально, ребята, мы поставили этот стол, потому что намеренно собирались сюда стрелять, чтобы типа было комфортнее искать, чем на полу. Но пока что-то вообще ни разу не комфортнее. Так, давайте... Ай, блин, я на эти штуки черные наступаю. Давайте на полу смотрю. Ты видишь где-то? Я вообще не вижу, ребята. Так, ладно. Давайте, наверное, взорвем следующее, потому что я тут буду очень долго искать. Взорвем следующее. И в конце ролика мы все-таки с Максимом еще на полу поищем. Открываем. Так. Ну что, готово? Она такая холодная, кстати, капец. Она не взорвалась опять. Она вообще не могу ее прокрутить. Вообще не крутится, ребята. Она на месте. Я вообще не... Я опять боюсь, я не могу что делать. Я опять боюсь. Я очень сильно боюсь, ребята. А я тебе честно говорю, она вообще... Вообще-вообще-вообще ноль. А-а-а-а! Ладно. Следующий сам будешь. Давай. Боже, у тебя не страшно? А-а-а! У тебя что прокрутилось, так? Ну, конечно. Офигеть. Ну, ты, конечно, блин. Давай. Давай-давай-давай. О-о-о! О-о-о! Май гад! Страшно. Как блядь, Максим? Так нечестно. У тебя все очень быстро получается. О-о-о! Май гад! Так, все. Кто-то ты ее не взорвешь. Ну, оно страшно. Ну, честно, страшно прям. Не крутится, скажи. Она прокручивается, да? Да. Видишь, она не хочет вообще взрываться. Боже, мне страшно! А я не знаю, я же тебе за это говорю. Она вообще не крутится. Точнее, она прокручивается, да. Просто по кругу крутится и все. Положи ее! Максим, что ты делаешь? Страшно! Все, посыпались. Посыпались? Господи, боже мой, почему так стремно? Вот, вот и достались. Все, короче, положи ее, пожалуйста, на стол. Мне страшно, чтобы я ее не видела вообще. Где-то там засыплю. Деньги? О! Так, двадцатка! Хорош! Так, положи, да, куда-то туда? А, ну не стоит. Дальше нет. Ну, скорее всего, да. Хотя, что, попадались две. Так, сюда давай, держи. Двадцатку Максим уже только что положил на стол. Хорошо, что Максим успел все пострелять, потому что у нас удачно перегрелась камера. И я иду на поиски денег. Кстати, я уже одну купюру вижу. Вот. Так, ну что, давайте. Первая десяточка у нас попалась. Закидываем ее на стол. Идем дальше. Так, Максим, ты если где-то видишь, ты мне говори, потому что, как бы, я могу долго эти все дела искать, все дну по... О! Все, тоже только что увидела, да. Один доллар. Тоже неплохо. Закидываем. Оп! Давайте смотреть дальше. Так, ну мне проще сесть на пол и как-то вокруг себя все это лицезреть, потому что, как бы, так реально тяжело. Капец! Каким искать? Что тут происходит вообще? Это не видишь? Нет. А что это такое? Офигеть! Это что, с какой-то выпало столько штуки люди нигде не было, смотри. Это не наше. Это не наше? Я же за это же. Офигеть, что это такое? Так, ладно. Ладно, ее подальше отложи, чтобы не убиться через нее и не наступить. Так, ну на полу я вроде бы не вижу. Давайте вот так вот их сюда скинем. Давайте, да, перейдем на стол. На столе поищем пока. Блин, ну тяжело, да, когда их много? Вообще прям тяжело. Блин! Подожди, а сколько нам еще осталось найти? Две, да, по-моему. Две кое-как? А, нашла одну! Только что смотрела на тебя и увидела. Где она? Вот. Пятерочка. Пять долларов. Так. Получается, две, три, еще одну. Да, нам надо найти. Сколько ты отрывал? Да, давайте, кстати, посчитаем по сумме. Получается у нас... Двадцать штук должно быть. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. Одна штука осталась. Капец какой-то. Удачно было найдено еще десять долларов. Давайте я сейчас быстренько почитаю и скажу вам сумму. Итого, ребята, я потратила на все сегодняшние хлопушки триста долларов. Ну, а собрала я здесь сто семьдесят четыре доллара. Это, конечно же, очень мало и, конечно же, больше только мусора. Но давайте начнем с того, что это было прикольно. Как бы мы разбивали всякие вот эти вот хлопушки. Это классно. Плюс, мне кажется, это классная штука на праздник. Типа, если у вас день рождения, свадьба, какое-то мероприятие, вы, типа, взрываете там еще и настоящие деньги. Это прикольно. Короче, собирайте, ребята, мои хорошие. Десять тысяч лайков. Если хотите, чтобы я заказала 50, либо же 100 денежных хлопушек, это уже решайте в комментариях, сколько вы хотите. Ну, я, если честно, немножко расстроена. Как бы реально мало денег. Я ушла в приличный такой минус. Но что поделать за то, как было феерично, как было интересно. С вас лайк, подписка на канал. Ну, а я вас всех люблю и целую. Встречаемся с вами в следующем интересном видеоролике. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok